Новое видео выходит каждый день в 20.00 В последнее время на GTA Sam в ютубе участились случаи воровства. Некоторые люди воруют там деньги у проектов, а некоторые люди, в том числе карлики, воруют деньги у других. У частых людей, которые заработали свои деньги, абсолютно честно. И вы знаете, ко мне на почту вследствие этого стали очень часто приходить письма с просьбами. Мол, слушай, Данил, вот ты как лидер по борьбе с карликами и иллюминатами, расскажи нам, пожалуйста, а как мы можем бороться вот с этими самыми отребьями сатаны. И сегодня мой данный видеоролик как раз таки будет про это. В этом мне сегодня поможет мой большой друг Артур Вениаминович. Ебаться, ебаться, я хочу ебаться. Итак, сейчас наш дорогой друг продемонстрирует нам вот эти вот все достижения в своем кикбоксинге, все, что он тут для нас приготовил и все вот это вот... Вот, как мы можем, он уже начал что-то делать, он уже начинает, понимаете, воровать шубу, он уже начинает это бить, кого отдать, кого карлик, отстань, отстань. Как вы видите, карлик начинает нас провоцировать, так как это действие на что-то прочее. Тут главное, пока он пуховик не стянул, не стянул пока пуховик этот, нам нужно просто, не привлекая внимания, достаем ствол, блядь, нацеливаемся на голову этому ебаному карлику, один в голову, блядь, два добивающих, и все, блядь, все. Мы вышли из данного, из данного поединка победителями, карлик был успешно устранен, и больше никакой угрозы для нас не представляет. Ебаться, ебаться, я хочу ебаться. Но если вы думаете, что на этом мошеннические схемы карликов кончаются, то тут я спешу вас расстроить, потому что эти самые мелкие пожиратели членов за последние несколько лет научились разводить людей по-жёсткому, по-крупному, и вот по всем прочим вещам, по всем прочим делам, и по всем прочим вот этим вот, знаете ли, неважно. Так вот, сегодня я вам покажу одну из вот таких вот, как раз таки, схем развода, и как на неё не попасться. Как вы можете видеть, вот тут воришка карлик, мы увидим... Разыгрываю нахрен... Разыгрываю нахрен двадцать тысяч нахрен рублей. Вот непонятно, подходим к нему. Разыгрываю, подходите. Слышь, ты, дебил, задира, блядь, ты чё тут разыгрываешь? Двадцать тысяч рублей сотрудничаю с разданием Антерпе. И чё для этого надо сделать, м? Хм, ну всё просто, пригласи меня просто к себе домой, так сказать. А дальше всё узнаешь сам. Вот, вот. И на этом шаге многие люди начинают путаться, ничего не подозревают, и приглашают этих самых карликов сами же к себе домой. Просто их приносят к себе домой, и всё. Будьте уверены, если вы себе такого воришку домой принесёте, там этот мелкий грызун не растеряется. Украдёт всё, что найдёт, всё, что увидит, и всё остальное. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста. Но это ещё в лучшем случае. В худшем случае вы потом будете содержать этого самого карлика лет десять, а то и всё сто. Так вот, для того, чтобы ничего такого не произошло, нужно сделать только одно. При первом же знакомстве с карликом, до того, как он ещё произнёс эту вот свою речь, по-похабную, нужно просто нацелиться ему на голову, блять, и сделать несколько выстрелов. Всё, как вы можете видеть, карлик повержен. И ничего нам больше не угрожает. Будьте бдительны в будущем. Ебаться, ебаться, я хочу ебаться. Но вам, наверное, всем интересно. Что же будет, если всё-таки привезти этого воришку домой и оставить его там? Специально для данного видеоролика я нашёл одного такого и привёл её к себе домой. Давайте же посмотрим на мой дом и всё, что с ним стало. Так, вот, как вы можете видеть, моего дома просто не стало какой-то воришка, карлик, вор, ебаный. Ездит туда сюда, я не могу по нему попасть, блять. Просто ездит туда-сюда, я не знаю, что с ним делать. Блять, просто пиздец, он просто украл мой дом, он сделал всё плохо. Он бежит ко мне, нет, 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 блять, чё делать, пиздец. АААА! ААА! АААА!